Дороги чистят плохо, что в областном центре, что в районах. Аким области раскритиковал работу подрядчиков и чиновников. Браконьеров поймали в Североказахстанской области. Они застрелили трех сибирских косуль, имея разрешение на отстрел только одного зайца. От семечек и сухих завтраков до офисной бумаги. То «Радуга» наращивает производство и увеличивает ассортимент. Какие планы у предприятия на 2023? В 2022 году экономика Казахстана выросла на 3,1%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,2%, а в сфере услуг – 2,5%. Эти цифры на заседании правительства озвучил министр нацэкономики Алибек Куантыров. Кроме того, выросли показатели в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли и обрабатывающей промышленности. Увеличился на 7,8% объем инвестиций в основной капитал. Что касается внешнеторгового товарооборота, за 11 месяцев прошлого года он составил 122,2 миллиарда долларов. Вырос показатель по экспорту на 42,4%. Импорт составил 44,6 миллиардов долларов. Торговый баланс республики достиг 33 миллиардов долларов. Глава правительства заслушал отчеты руководителей всех министерств и поставил задачи на текущий год. Обеспечение устойчивости экономического роста станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни граждан. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Наша задача снизить инфляцию в текущем году в два раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий. Дефицит угля на Петропавловской ТЭЦ-2 был в конце прошлого года. Запасов хватало только на 6 суток. Местные власти договорились с КТЖ и профильным министерством. Число маршрутов увеличили. Сейчас в закромах ТЭЦ-2 103 тысячи тонн угля. Это запас на 17 суток, а минимальная норма – 20 дней. Погодные условия у нас не благоприятные, рождательные морозы. Согласно этому, у нас сжигание идет 7 тысяч тонн на ТЭЦ-2 потребление. Если такие морозы будут продолжаться, то, соответственно, при существующих поставках угля, имеющихся в 8-ми кольцевых маршрутах, мы догоним нормативный запас, ориентировочно на начале февраля. В двух сильных морозах 10-15 дней подряд будут. Расходы угля увеличатся. Мы снова до 6-ми запасов поднимем, и вообще проблемы станет. Проблема вдруг будет с погрузкой, с разреза. Проблема здесь с фагоном вдруг будет. Поэтому мы должны быть подготовлены. С целым проблем нет. Мы хорошо подготовились. Отопительный сезон мы проведем нормально. Что касается ремонта на ТЭЦ-2, основные работы завершили, но возникли трудности с одним из котлов. Срок его сдачи переносили трижды. Теперь обещают закончить в начале марта. А в районах котельной их около 500 работают в штатном режиме. Но жители Козелжарского и Артаусского районов жалуются на холод в домах. А в Мамлютке жильцов и вовсе не подключили к новой котельной. 18 ноября состоялись итоги конкурса по передаче в доверительное управление. Но в настоящее время, в связи с проблемами на портале, не имеется возможности подписания договора. На сегодня в данной центральной котельной подключен лишь 30-ти квартирных живых домов. Из-за этих проволочек 10 многоэтажек еще год будут греться печкой и дровами. Их подключат только в следующем отопительном сезоне, докладывает глава Мамлючан. А январь и февраль обещают быть холодными, но с резкими перепадами в тепло. По прогнозу также порывистый ветер, метель и снегопады. Здесь актуальным становится вопрос содержания дорог. Когда выпадает снег, для многих сельчан выехать из деревни становится проблемой. В плену оказываются и те, кому нужна срочная госпитализация, отмечая таким области. При этом 6 районов до сих пор не заключили договоры с подрядчиками. Кто сегодня тогда чистит? Конкурсы не проведены. Пролоняться не было со старыми поставщиками услуг. Почему все эти вопросы осенью не были решены? Вы же, Аким района, принимаете решение. Где ваш заместитель, где начальник ЖКХ? Не лучшая обстановка и на республиканских трассах. Там снег убирают 54 единицы техники. Но их работы оставляют желать лучшего. Чтобы это понять, достаточно выехать за границу СКО, говорит Аким области. Осваб черный. Как обочину, вплоть до обочины чистит. Обочину нужно назвать. Три трактора ходят с метелками. Дорога блестит. Почему у нас не так? Потому что вы вовремя не выезжаете на очистку дорог. Поэтому сегодня и аварий столько. Следить за очисткой дорог нужно не из кабинетов. Надо выезжать на трассы. Такое поручение чиновникам дал Аким области. А главы районов должны незамедлительно сообщать, если какая-либо деревня осталась отрезана после снегопада. Нарекания вызвало и зимнее содержание дорог в Петропавловске. 5 января сам лично в ночное время до 4 ночи пешком ходил на машине, инспектировал работу. Подрядная организация по очистке снега. Работа не организована. Никто не контролирует. Сколько вывозится снега, количество техники. Простой кучку сделали, погрузчики стоят по полчаса. И то это на 4 улицах всего. Центральная улица. Что делается на окраине? Кто все эти вопросы будет решать? Миллиарды выделяются. На следующий день в Петропавловске работало уже 154 единицы техники. А городской Акима теперь закрепил ночное дежурство, чтобы следить за качеством уборки дорог и не допускать простоев. Агирим Хамзин, Аказбек Арыкбаев, МТРК. Пенсионер из Бесколи Нурлан Шеймерденов любит, когда участок рядом с его домом выглядит опрятно. Стоит только снегу выпасть, мужчина сразу берется за лопату, чтобы навести порядок. И добавляет, что проезжую часть, которая располагается недалеко от его дома, зимой тоже всегда своевременно очищают. Я переехал в Казаужарский район в 2009 году. До этого жил в Аккаинском в селе Дайндык. Мне очень нравится в Бесколе. Здесь чистота и порядок. Техника с самого раннего утра чистит дороги, когда это необходимо. Ночью тоже работают. В Бесколе 120 улиц. Общая протяженность внутрипоселковых дорог в этом селе составляет 85 километров. За зимнее содержание дорог в холодный сезон здесь отвечают два подрядчика. ИП Жигер и П Билсан. Для их удобства и более эффективной работы Бесколе разделили на два района – западный и восточный. Для зимнего содержания каждого выделили по 3,5 миллиона тенге. Предусмотрены средства на вывоз снега в размере 3,5 миллиона тенге. Общее количество техники – 5 единиц. Из них 4 трактора и один погрузчик. Очистка дорог производится в первую очередь до 8.00 часов асфальтированной дороги. Это у нас 26 километров. Остальная часть грунтовой дороги должна быть очищена в течение 12 часов с момента выпадения осадков. В эти выходные в северном регионе выпало много снега. Работу специалистов, которые очищали дороги в Бесколе, осложняли непростые погодные условия и низкие температуры, объяснил Канат Дарбаев. Гидравлика замерзала, так скажем, тоже отогревали, именно вот сложности с морозами были. Мы проводим снегозадержание в окраинных улицах. В паводковый период, если будут обильные осадки снежные, возможно дополнительное выделение средств на вывоз снег и откачку талых вод. Писко-соляная смесь для подсыпки улиц, проезжей части, тротуаров у подрядчиков, которые трудятся зимой в Бесколе, тоже есть. Четырехмесячный запас составляет 20 тонн. Дарья Пашмынцева, Ринаш Шамшуддинов, МТРК. Очередная встреча актива регионального совета Палаты предпринимателей прошла с участием Акима города Руслана Анбаева. По словам бизнесменов, немало проблем местным строительным компаниям, возводящим бюджетные дома по госзаказу, доставили иногородние товарищества. Речь идет о тех, кто выиграл госзаказ на подведение инженерных коммуникаций к этим объектам. Подрядчики затягивают с выполнением работ. Из-за этого тормозится процесс заселения очередников. По информации Руслана Анбаева, в Петропавловске подведением коммуникаций к бюджетным домам занимаются три компании, и все они показали себя недобросовестно. Такие проблемы возникли практически на всех строительных площадках, которые расположены по улицам Горького, Порфирьева, Парковой, Олеханово и в микрорайоне Береке. Все они зашли на корректировку. Понятно, что мы после корректировки, скорее всего, будем идти на расторжение договоров и переобъявлять конкурсы на оставшиеся виды работ. Мы, конечно, против того, чтобы коммуникации шли отдельно от строительства дома. Они должны идти в одном проекте. Думаю, что в дальнейшем мы избежим повторения таких ситуаций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоимость питания в школах по фонду всеобучи для детей и социально уязвимых слоев населения не повышается и остается на прежнем уровне – 500 тенге. Между тем, стоимость питания за счет родительской платы вынесли на обсуждение и в настоящее время изучает текущее состояние данного вопроса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 10 января стартовала ЕНТ. Сейчас его сдают условно поступившие студенты. Это те, кто не набрал пороговый балл в августе. У них есть возможность пересдать ЕНТ четыре раза. При этом они уже обучаются на первом курсе. Сегодня в зале таких шесть человек. Среди них 20-летний Нурбол Сериков. У него уже есть среднее специальное образование, но решил получить высшее. Я закончил Петровскую основную среднюю школу. После окончания школы я поступил в железнодорожный колледж. По этому случаю я не смог сдать ЕНТ в августе. Я учусь сейчас на данный момент на учителя математики и информатики. Сейчас я буду ЕНТ сдавать на математику и физику. Я готовился по интернету, в ютубе. Вспоминал прошлые программы, которые я изучал в школе. И могу уверенно сказать, что смогу сдать ЕНТ. Пересдачи платные. Каждая обойдется в 4 230 тенге. Если из-за этих четыре попытки сдать тестирование не получится, условно поступившего студента отчислят. Те ребята, которые сейчас сдадут ЕНТ, приносят сертификат ЕНТ, их переводят в ряд обычных студентов без каких-либо условий. Здесь поступают ребята, кто набрал, например, одного балла не хватило по математике и так далее. Здесь такие ребята есть. Здесь есть те ребята, которые, например, хотят поменять профильные предметы. Здесь есть ребята, которые, например, в целом сдавали одни профильные предметы и идут на другую. Или хотят поменять специальность, не взвирая на те, что профильные предметы у них, когда они сдавали ЕНТ, были совершенно другие. В целом в университете получается сейчас на данный момент таких детей у нас 25. А школьники сдавать единое национальное тестирование начнут на следующей неделе. На данный момент в области 3345 выпускников. Из них подали заявление на сдачу ЕНТ более 2000 или 71%. Формат тестирования остался прежним. Некоторые изменения все же произошли. Количество вопросов по обязательному предмету «История Казахстана» увеличилось до 20. Но в то же время по другому обязательному предмету «Читательская грамотность» количество вопросов сократилось до 15. И второе, предмет «Информатика» был включен в перечень комбинаций предметов, которые могут выбирать учащиеся, если желают поступать на такие образовательные программы, как подготовка учителей информатики, информационной технологии, информационная безопасность. Сдача тестирования завершится 10 февраля. Следующий этап начнется в марте. Диана Салихова, Ринат Шамшуддинов, МТРК. В районе Шалакына нашли тело 31-летнего рыбака, пропавшего несколько дней назад. Напомню, житель района имени Габита Мусрепова Булата Киев 7 января отправился рыбачить на озеро возле села Ступинки в районе Шалакына. В компании с ним было еще двое человек. Примерно в 11 часов вечера Булат ушел в неизвестном направлении. Замерзшим в снегу его обнаружили в трех километрах от села. Мужчин на данный момент допрашивают. Факт незаконной охоты выявили полицейские в первые дни Нового года. Инцидент произошел в Казаужарском районе. Двое жителей областного центра отправились на охоту с разрешением на отстрел одного зайца. На самом деле охотились на трех сибирских косуль. Браконьеров стражи порядка увидели во время рейда. В салоне внедорожника Митсубиши Монтера они обнаружили гладкоствольное ружье 12-го калибра и сумку с мясом животных. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная охота». Оружие, боеприпасы, туши, косуль полицейские изъяли. Всего за прошлый год в регионе зарегистрировали 19 таких фактов. Полицейские регистрируют снижение числа имущественных преступлений по итогам 2022 года. Самым распространенным из них является кража чужого имущества. За прошедший год в области совершено 1444 кражи на 18% меньше, чем в 2021 году. На 31% снижено число кражей скота, квартирных на 32%. Этому во многом способствует все более широкое использование видеонаблюдения. К слову, раскрываемость квартирных краж выросла с 65 до 74%. Кражи телефонов также уменьшились. Зарегистрированы 231 факт, годом раньше – 306. Полицейские советуют гражданам быть бдительными, не оставлять деньги, ценности без внимания, держать их во внутренних карманах, не демонстрировать в местах, где их вид может спровоцировать преступный замысел. Также нельзя оставлять документы и ценности в салонах автомобилей. Машины следует оставлять в хорошо освещенных местах. Лучше всего в поле зрения видеокамер. Почти 450 килограммов наркотических средств изъяли из незаконного оборота полицейские. Таковы итоги прошедшего года. Подробно о результатах и планах наркоборцы рассказали во время прямого эфира на служебных аккаунтах. Причем канал поставки – это более 1 килограмм 200 грамм соли синтетического наркотика. Это у нас 28-летняя жительница города Петропавловска пыталась провести в город крупный парк наркотиков. Рефлекс паутина «Адармек Транзит». В течение прошлого года наряду с оперативно-розыскной деятельностью полицейские вместе с волонтерами, педагогами и врачами провели почти 600 оперативно-профилактических мероприятий. Охватили более 55 тысяч человек. За 12 месяцев 2022 года в Управлении продействия наркопреступности выявлено 242 наркопронушения. Это 121 проступок и 121 преступления, из которых 18 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, 12 фактов контрабанды и 90 фактов сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 425 килограмм различных наркотических средств, в том числе 3 килограмма 428 грамм синтетических наркотиков. Согласно статистическим данным, в Североказанской области состоит на учете 499 наркозависимых лиц, из которых 1 из 16-летний. К уголовной ответственности привлечено 139 человек. Номера анонимных телефонов доверия, самая крупная партия изъятых наркотиков, статус вещества на свае. В ходе эфира стражи порядка отвечали на вопросы зрителей. Полицейские совместно с волонтерами регулярно мониторят соцсети. Тем не менее, они призывают всех неравнодушных пользователей направлять ссылки и скриншоты в личные сообщения официальных аккаунтов УПН. Родителям же следует не бояться говорить о проблеме наркомании со своими детьми. Сегодня срок лишения свободы за сбыт наркотиков составляет от 10 до 20 лет. Анастасия Кузнецова при поддержке пресс-службы областного департамента полиции. Ювенальные полицейские Петропавловска еженедельно проводят рейдовые мероприятия. В зоне внимания возможны места скопления подростков, заброшенные дома и подвалы. За 2022 год стражи правопорядка провели 167 рейдов. К административной ответственности привлечен 1041 правонарушитель. Из них 669 человек – законные представители, допустившие пребывание несовершеннолетних вне жилища в ночное время. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям. В настоящее время в Петропавловске на учете ювенальной полиции состоят 39 семей. Материалы по 27 рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. В отдельных случаях полицейским приходится прибегать к направлению детей в специальную организацию образования. За 12 месяцев Петропавловский суд принял такое решение по четырем подросткам. В Казахстане будет утверждена новая концепция по охране материнства и детства. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава Республики Казахстан рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. По его словам, острой остается проблема кадрового дефицита, материально-технического оснащения, изношенности инфраструктуры. Учитывая это, в 2023 году по поручению главы государства прорабатывается вопрос строительства 11 перинатальных центров по международным стандартам. Согласно данным Вячеслава Дудника, в Казахстане на сегодня не хватает 275 акушеров-гинекологов, 323 анестезиологов-реаниматологов, 100 неанатологов. В детских стационарах отмечается дефицит 200 педиатров, 340 анестезиологов-реаниматологов. Острее всего нехватка неанатологов ощущается в Североказахстанской области, ответил вице-министр. В целях удовлетворения кадровых потребностей министерствам в 2022 году выделен госзаказ на 108 образовательных грантов резидентуры по специальности акушерства и гинекология, 292 гранта по специальностям педиатрия, неанатология, детская хирургия, детская онкогематология. В регионы распределено 290 молодых выпускников, из которых 198 детских врачей, 92 акушера-гинеколога. Фабрика продуктов питания включает в себя три цеха. Здесь обжаривают семечки, изготавливают лапшу быстрого приготовления, кукурузные палочки, попкорн и многое другое. Над их производством трудится около ста человек. Среди них Наталья Тагильцева. В ТО «Радуга» девушка пришла в 2018 году. Работать начинала технологом, а год назад стала заведующей производством. Работа у меня очень интересная. Так как это живое производство, это как организм, он день на день не похож. Всегда что-то новое, всегда что-то познавательное. За что я люблю «Радуга» – это за возможность развития. График работы с 9 до 6. Где-то работаем мы на окладе. Какие-то участки у нас работают на отдельной заработной плате, что гораздо удобнее по графику работы. Работа на производстве кипит. Объем изготовления сухих завтраков за одну смену составляет 4800 тонн. А кукурузных палочек – 2400 тонн. Стараются здесь обновлять и техническую базу. К примеру, для одного из цехов приобрели варочный котел. Производительная мощность действующих котлов не справлялась. Заявки были большими. Потребность, особенно летом на пупкорн, высокая. Был закуплен большой варочный котел для производства пупкорна карамельного, карамель с солью и шоколадного. Прошлый год для ТО «Радуга» выдался довольно-таки плодотворным. Выполнили хороший объем работы, открыли новое производство – фабрику бумажных изделий. Здесь выпускают большой ассортимент продукции. В сутки фабрика изготавливает 15 тысяч тонн бумаги разного назначения. В 2022 году компания реализовала товары на 25 миллиардов тенге. Всего в товариществе работают более 1600 человек. В компании имеется уже система обучения персонала, колледж. В колледже в 2022 году выпущено 17 человек. Из них все трудоустроены в компании. Кадры решают все. Это не новая истина. Всегда так было. И порой даже новые идеи рождаются, когда приходит в компанию новый человек с новым взглядом. Что касается, допустим, как таковой нехватки персонала, да, новое производство бумаги, там есть небольшой недобор на сегодняшний момент, потому что производство специфичное. Для сотрудников здесь создают все условия для труда. Компания обеспечивает их достойной заработной платой и комфортным рабочим местом. Планы на следующий год у ТО грандиозные. В первую очередь они направлены на повышение заработной платы сотрудников. В прошлом году в областном департаменте госимущества и приватизации провели 15 аукционов. Сумма продаж превысила 38 миллионов тенге. В графе включали 70 лотов, и все они были проданы. Сюда входит автотранспорт, различная оргтехника и многое другое. Занимаются в ведомстве и вопросами размещения государственных органов. Мы оптимизацию провели в департаменте статистики по СКО. Там выявили 4 кабинета свободных, освободили 4 кабинета общей площадью 117 квадратных метров. И туда разместили вновь созданный департамент торговли по СКО. Такую же работу провели РГП госэкспертиза, где выявили 3 свободных кабинета. Это около 50 квадратных метров. Туда мы разместили представителей уполномоченных по правам человека. В каждом районном центре подразделения налогового управления и казначейства теперь будут находиться в одном здании. Высвобожденные помещения передали на баланс в коммунальную собственность районных акиматов. Также департамент передает свободные помещения в аренду. То есть это малому и среднему бизнесу в основном. Мы его выставляем в портал госреестр, где публикуем, что в сдаче аренды. Таким образом, мы за 2022 год заключили 14 договоров. Это почти 500 квадратных метров. По плану было 19 миллионов 187 тысяч за год поступления от аренды. Мы его сделали... Ну, поступление было чуть больше, чем по плану. То есть 19 миллионов где-то 400 тысяч. Если процентным соотношением, то 102 процента. В прошлом году здесь заключили 12 договоров доверительного управления госимущества. Переданная площадь составила почти 800 квадратных метров. Кроме того, есть 16 действующих договоров. Основным у нас договоров доверительного управления в учреждениях. То есть комитеты уголовно-испроизводительной системы учреждения. Государство предоставляет помещения, условия. А взамен мы трудоустраиваем осужденных. То есть чтобы они имели рабочие места и оправдывали. То есть у кого-то есть и иски судебные, где надо закрывать и другие затраты. Также в прошлом году специалисты ведомства утвердили акт, согласно которому областное управление земельной инспекцией стало республиканским государственным учреждением. Департаментом по управлению земельными ресурсами Североказахстанской области. Продолжение следует... Продолжение следует...